Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Анастасия Мосина и в начале об основных темах сегодняшнего выпуска. Причина и условия дорожно-транспортного происшествия, в том числе с оценкой дорожного покрытия, погодных условий, это тоже станет предметом тщательного разбирательства. Страшная трагедия. В результате столкновения минивэна и Камаза в Зержинском районе погибли 8 человек. Я назад повернулся, там все в черном дыму уже было, я ничего не видел. Три недели дети разыскивают отца. Предположительно, все это время его тело находится под завалами сгоревшего дома. Каждый концерт заканчивается тем, что все стоят на эти сцены и просто участвуют в этом шоу. Группа «На-на» выступила в нашем городе с фееричной шоу-программой «Новое и лучшее». Звезды российской эстрады собрали полный зал. И начинаем с происшествия. Смертельная авария произошла в Зержинском районе. Минивэн на полной скорости столкнулся с Камазом. Восемь пассажиров иномарки скончались до прибытия медиков. Среди них трое несовершеннолетних. С места событий мой коллега, корреспондент телеканала Енисей Леонид Юрков. Это все, что осталось от легкового автомобиля. Сейчас здесь на месте работают лучшие эксперты-криминалисты Краснодарского края. Им только предстоит выяснить все детали и подробности этой страшной трагедии. Пока известно немногое. Водитель минивэна «Хонда», в салоне которого было семь пассажиров, пытался обогнать впереди идущий автомобиль. И, по всей видимости, не заметил идущий навстречу Камаз. Лобовое столкновение унесло жизни всех, кто находился в иномарке. Среди погибших два грудных ребенка и девочка 17 лет. На места аварии прибыли исполняющие обязанности заместителя губернатора Павел Солодков и начальник краевой полиции Александр Ричицкий. Водитель Камаза единственный, выживший в этой страшной аварии. Полицейские уже выяснили. В момент столкновения он был трезвый. Сейчас мужчина дает показания, чтобы помочь следователям восстановить всю картину. По предварительным данным, погибший водитель иномарки грубо нарушил правила и выехал на встречную полосу. Вероятнее всего, он подрабатывал частным извозом, искал пассажиров через интернет и перевозил из Дзержинского в Красноярск обратно. Нам предстоят непростые вопросы по выяснению личности самого перевозчика. Сегодня мы понимаем, что это нелегальный перевозчик. Безусловно, этому должна даваться соответствующая оценка. Причина и условия дорожно-транспортного происшествия, в том числе с оценкой дорожного покрытия, погодных условий, это тоже станет предметом тщательного разбирательства в рамках уголовного дела. К полудню личности всех погибших в аварии были установлены. Все они, включая водителя, жители села Дзержинского. В главном управлении МЧС был создан оперативный штаб для координации всех действий. Работает круглосуточный телефон доверия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего за собой гибель двух и более лиц». За этими событиями стоят закономерности, стоят комплекс нарушения правил, сводов, регламентов и федеральных законов. Всем этим, для того, чтобы разобраться, временно исполняющий обязанности губернатора направлен. Я на место, чтобы действительно нам в последующей работе внимательно изучить все факторы, которые сделали эти трагические события реальностью. Напомню, за последнее время это не единственная авария с участием нелегальных частных перевозчиков. 28 декабря прошлого года в Нижденгарском районе микроавтобус с 15 пассажирами врезался в трактор. Шестеро из них получили травмы различной степени тяжести. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Новости. Каннский городской суд оправдал замглавы города Петра Иванца. Напомним, громкий судебный процесс с участием чиновника начался в ноябре 2016 года. Тогда прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя главы Каннска по вопросам жизнеобеспечения. Он обвинялся в получении взятки с вымогательством, которую якобы получил автомобильными дисками «Лексус». Уголовное дело было направлено в суд. Иванцу грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Однако суд доказательства обвинительной стороны не поддержал и вынес оправдательный приговор. Добавим, что чиновник сейчас находится на больничном. На заседании суда он не присутствовал. Каннская межрайонная прокуратура будет подавать апелляцию. Руководители Банка Каннский задержали за растрату денег вкладчиков. Скандал дошел до уголовного дела. Экс-директоров задержали 5 февраля. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Красноярскому краю, их подозревают в хищении более 20 миллионов рублей, которые пропали со счетов 800 вкладчиков предбанкротной организации. 52-летнюю женщину и 43-летнего мужчину взяли под домашний арест. Полиция не разглашает фамилии задержанных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата, совершенная организованной группой, либо в особо крупном размере». Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Банка Каннский в связи с утратой капитала 13 декабря 2017 года. В начале февраля было обнаружено 800 неучтенных вкладчиков, у которых без их ведома производились операции со счетами. Суд рассматривает вопрос о признании кредитной организации банкротом. Вкладчиков, которые пострадали от действий злоумышленников, полиция просит обратиться во временную администрацию банка или в следственный отдел по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. К другим темам. Остался под завалами. Январский пожар в одном из жилых домов села Анцирь унес жизнь человека. В этом уверены родственники без вести пропавшего мужчины. Они уверяют, что его тело до сих пор лежит под обломками. Анастасия Трикос пообщалась с пострадавшими. Несколько недель назад здесь стоял жилой дом. Теперь на его месте обгоревшие балки и перекрытия. В доме по улице Новостройки в селе Анцирь проживали две семьи. Одна из которых – Геннадий Лысенко и его сын Дмитрий. Вечером 20 января молодой человек внезапно почувствовал едкий запах дыма. Зайдя на веранду, он увидел, что горит потолок. Он тут же разбудил сонного отца. Мы с ним выбежали. Буквально пару ведер успели на воды вылить. Я вернулся за водой, за следующим. И все, я назад повернулся. Там все в черном дыму уже было. Я ничего не видел. Начал задыхаться. Вот в окно выпрыгнул. Как был босиком. Все, выпрыгнул в окно. И тут уже люди начали собираться. Больше я сильно не помню. В эти минуты Дмитрий видел своего отца в последний раз. Прибывшие на место пожарные подразделения смогли справиться с возгоранием менее чем за час. В результате пожара дом выгорел полностью. На следующий день при разборке здания останки мужчины обнаружены не были. 23 января по просьбе дочери пропавшего мужчины 1960 года рождения организован повторный выезд подразделения пожарной охраны на место возгорания с целью обнаружения мужчины, по результатам которого местонахождение мужчины до настоящего времени не установлено. Семья предполагаемого погибшего вот уже около месяца бьет тревогу во все инстанции, пытаясь добиться того, чтобы тело Геннадия Лысенко все же нашли. Люди живут в ожидании, что наконец-таки смогут похоронить своего родственника. Мы вот сейчас подходили, там все мягкое, можно как бы попытаться хотя бы, тем более мы вот даже если своими силами мы хотели, мы боимся, потому что мы же не знаем, как он этот, какие кости, как поперероем и еще хуже сделаем, я думаю. На минувших выходных сотрудниками полиции была инициирована очередная проверка на месте пожара, которая также не дала никаких результатов. В связи с тем, что ликвидация пожара и его последствий проходила вниз с низкой температурой воздуха, то приступить к детальному осмотру места происшествия сотрудникам полиции удалось не сразу. Как только представилась такая возможность, полицейские при поддержке военнослужащих вернулись к осмотру. Также оперативниками уголовного розыска направлена заявка в Каннский отдел МЧС для оказания содействия в поисках тела или останков погибшего мужчины. На сегодняшний день поиски Геннадия Лысенко продолжаются. Скорее всего, ситуация прояснится ближе к весне, когда заледенелые остатки дома оттают и дадут возможность приступить к более тщательной проверке места пожара. Анастасия Трикос, Александр Шумилин, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. В Каннске начала действовать мобильная приемная главы города. Она создана в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан, адресованных главе Каннска. Задача выездной приемной – создать условия для объективного рассмотрения обращений граждан с участием заявителей. Представители выезжают на место, знакомятся с проблемой, а позже на общем собрании принимают решение. Добавим, что в приемной будут рассматриваться повторные, коллективные, а также вызвавшие общественный резонанс обращения. Записаться на прием можно в 108-м кабинете администрации Каннска. Сразу после рекламы расскажем – весна на пороге, а елка еще на площади. Почему в Каннске тянут с уборкой новогоднего символа. Масленичная неделя. Готовим угощение. Группа «Нана» на сцене ГДК. Эксклюзивное интервью участников коллектива для наших зрителей. Также расскажем, как прошла всероссийская акция «Лыжняя Россия» в нашем городе. И какая погода будет на этой неделе. Не переключайтесь. Что нужно для комфортного сна? Мягкая подушка, теплое одеяло, постельное белье, которое приятно касается вашей кожи. Такой отдых приносит колоссальное удовольствие. В магазине «Российский трикотаж и текстиль» вы найдете более тысячи комплектов постельного белья разнообразных расцветок, материалов и стилевых решений. А также одеяло, подушки, пледы и полотенца. Невообразимо огромный выбор. Исключительное качество. «Российский трикотаж и текстиль». Улица Эйдеймана, 29. «Российский трикотаж и текстиль» Расширяет свои информационно-рекламные возможности. Теперь подать объявление вы можете не только в бегущую строку каналов ТНТ и РЕН-ТВ, но и для размещения в вещательной сети «Порт Артура». Радиострока – это быстро, недорого, эффективно. Ваше объявление услышат сотни посетителей самого крупного торгового центра «Канска». Телефон стола заказов 2 05 20. Встретим долгожданную весну на международном фестивале-конкурсе «Открытая Сибирь». Современное искусство, мода, театр, полк искусства. Проект способствует раскрытию самобытных талантов. Продвижению сибирской красоты позволяет раздвинуть границы и открыться миру. Отборочный этап конкурса пройдет в Канске с 29 марта по 1 апреля. Финал конкурса состоится в Париже. Откроем сибирским талантам «Окно в Европу». Подробнее об условиях участия и порядке подачи заявок на сайте проекта www.opensiberia.org или по телефону 8 913 582 1434. Каркас от новогодней ели может стать причиной несчастного случая, так считают жители Каннска. В сеть попали фотографии, на которых неизвестные карабкаются на вершину уже совсем не праздничной конструкции. Высота, на которую взобрались парни, немалая, но при этом они никак не подстрахованы. Искусственное хвоя и украшения были сняты еще 29 января. А каркас продолжает стоять, совсем не украшает центр Каннска. Однако на предприятии ПТС и РД уточняют, что конструкция еще пригодится на праздники Масленицы. Организаторы народных гуляний обещают подготовить горожанам сюрприз, облачив некогда лесную красавицу в символ весны. И сегодня начинается Масленичная неделя. Ежегодно Масленицу отмечают в течение семи дней до наступления Великого Поста. В первый день принято украшать дом, строить снежные горы и наряжать чучело. Как это делают истинные хранители традиций народа, узнавала Татьяна Блинкова. Масленица – это языческий праздник, который сохранился до наших дней. В Масляную неделю люди весело провожают зиму и ждут весеннего тепла и солнца. Но какая же Масленица без блина? Ведь это главное угощение и символ этого праздника. Угощайтесь. Спасибо. 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 Проходили века, менялись традиции. С приходом на Руси христианство появились новые праздники. Но Масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с тем же азартом и весельем, что и в прежние времена. С сегодняшнего дня началась Масленичная неделя. Масленица длится семь дней. И каждый день имеет свое название и свою традицию. Сегодняшний день, понедельник, это встреча. Все в своих семьях пекут блины, угощают близких. Ну и поют, также начинают петь масленичные песни. Очень весело проходило празднование Масленицы в селах. Самыми распространенными забавами были кулачные бои, поедание блинов на время, купание в проруби, игры с медведем, катание на санях и с ледяных горок. В Чечуульской детской школе искусств чтят традиции праздника, и сегодня они собрались петь и танцевать. Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели. Ой, блины, 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 ой, блиночки мои. Завершится Масляная неделя в воскресенье. Его еще называют прощенным. В этот день навещают знакомых, родственников и друзей, чтобы попросить друг у друга прощения и обменяться поцелуями. Также по традиции в этот день пройдут народные гуляния на главной площади города с покорением столба и сжиганием чучела зимы. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. «Нана» в Канске. Звезды российской эстрады. Группа «Нана» выступили в нашем городе с фееричной шоу-программой «Новое лучшее». Знаменитые артисты собрали в городском Доме культуры полный зал зрителей и преданных фанатов, которых порадовали легендарными песнями и музыкальными новинками. С солистами пообщалась наша съемочная группа. В зале нет свободных мест, и все эти люди пришли, чтобы воочию увидеть своих кумиров и услышать легендарную Фаину. С первых минут выступления группы «Нана» зрители не могут усидеть на месте. В составе знаменитой группы, созданной продюсером Барри Алибасовым, по-прежнему первые солисты Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. И новые таланты Михаил Игонин и Леонид Семидьянов. Артистов тепло принимают как в больших, так и в малых городах. Их февральский тур приурочит к празднованию Дня защитника Отечества. «Именно к этому празднику мы поздравляем всех со столетием русской, российской армии. Я служил, кстати, в советской армии. У нас всегда хорошо принимают, где бы мы ни были, за границей тоже, везде, в любых городах, в любых залах. Люди всегда очень рады, рады. Каждый концерт заканчивается тем, что все стоят здесь сцены и просто участвуют в этом шоу. То есть зал на месте не сидит». Люди не сразу верят в то, что их кумиры на сцене настоящие, но на Найце быстро развивают все сомнения зрителей. «Вы что, вы знали? Или не верите еще? Настоящие или нет? Кто-то сидит и сейчас сомневается. Ты сомневается? Ну-ка! А если, пожалуйста, выйти, потрогай. Ты хочешь? Иди. Иди. А хочешь ты? Ты в своем лице знаешь, сколько у врагов сейчас трогай. Снова хочешь потрогать. Меня? Давай. А вот эти. Иди нас трогать будут. У этого коллектива целая армия поклонников. Вся страна поет хиты группы «Нана». Фаина, красивая, упала шляпа. «Самая любимая песня, которая не дает мне покоя, как только у меня появился билет, это упала шляпа, не надо плакать, все переменится, родная». На песнях группы «Нана» выросло уже третье поколение поклонников. Тепло и трепетно принимают зрители и новые песни. Совершенно новое звучание, модные и современные мотивы привлекают внимание молодежи. В звездном туре группы «Нана» по городам Красноярского края и Хакасии больше 15 населенных пунктов. Большая часть из них уже насладились выступлением кумиров. Жители Канска концерт запомнят надолго. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канцк», 5 канал. Большое спасибо. Все на лыжи. В минувшую субботу жители страны отложили свои дела, чтобы принять участие в массовом забеге «Лыжня России-2018». В Канцке традиционная гонка состоялась в сосновом бару. Наряду с участниками от мала до велика на лыжи встала и моя коллега Татьяна Лисогор. Она сообщит подробности. Внимание! Старт массовой лыжной гонки был дан по всей стране. Неудивительно, что состязания столь популярны, ведь лыжный спорт – это не только соревнования профессионалов. Увлечение объединяет сотни тысяч людей разных возрастов и профессий. И вот уже много лет «Лыжня России» проводится в единый день. Самая масштабная гонка «Лыжня России» проходит сегодня в 73 регионах страны. Она объединяет россиян уже в 36-й раз. В этом году на лыжи должны встать больше полутора миллионов человек. В Канцке на стат вышли больше трехсот. «Лыжня России» впервые состоялась в 1982 году. Канск присоединился к этой акции более десяти лет назад. Участниками традиционно становятся не только профессиональные спортсмены, но и все желающие, кто хочет с пользой провести время на открытом воздухе. Всех участников распределили по возрастным категориям, для каждой из которых была определена своя дистанция. Мне кажется, все участники приходят не за этим, потому что они приходят за той радостью, которую они могут здесь получить, пробежать дистанцию. Это здорово. Я до сих пор еще не отдышалась. Семья Лисянских – постоянные участники массового забега. Их выходные зимой не обходятся без коньков или лыж. На этот раз участником гонки от семьи выступил шестилетний сын, который преодолел трудности трассы на дистанции для самых юных. Для меня это то, что снег, потому что снег замедляет скорость, когда ты лежишь. Много соперников попадало перед стартом. Еще когда финишировали, там один соперник попал. Расскажите, почему сегодня сын на лыжах, а вы пешком? Ну, потому что я сегодня бежал за сыном без лыж. Группа поддержки. Группа поддержки. Ну, вот вы всегда сопровождаете его? Да, с двух лет. Почему решили именно на лыжи из такого лыжа? Потому что папа беглый. Возраст не помеха не только для самых маленьких, но и для зрелых участников забега. В категории ВИП на старт вышли мужчины и женщины 46-го года рождения и старше. Старость не надо дома оставлять. Надо быть всегда молодым. А участие – это признак того, что человеку хочется жить в этом возрасте. Мне уже 70. А сегодня такой теплый, ясный день, когда просто хочется идти на лыжах. Первым в категории ВИП стал Валерий Потапов. Среди малышей – Михаил Андреев. Награды нашли своих героев. Победителей этого массового марафона наградили медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Новая рабочая неделя принесет Канцам существенное похолодание. Несмотря на то, что горожане уже провожают зиму, синоптики говорят, что в природе еще продолжается зимний процесс. После теплых выходных в Канск вернутся морозы. На новой рабочей неделе столбики термометров будут приближаться к отметке минус 30 градусов. Уже в ночь на вторник ожидается до минус 23. Такая же погода продержится и днем. Во второй половине недели морозы окрепнут. В среду ночью до минус 27, днем на 3 градуса выше. В четверг ночью температура и вовсе опустится до минус 32, а днем до минус 23. В пятницу погода существенно не изменится, а к выходным немного потеплеет. До минус 15 днем и минус 19 ночью. Это обусловится снегопадом, который будет идти до понедельника, следующей недели. В течение рабочей недели небо будет преимущественно ясным. А сразу после небольшой рекламы более подробный прогноз погоды на завтра и наш новый ведущий Денис Гончарук. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. Свежие выпуски новостей и главные темы дня смотрите на нашем YouTube-канале и на нашем сайте. С вами была Анастасия Мосина. Всего доброго и до свидания. Новая букетная мастерская «Пион» – воплощение ваших чувств и желаний. Мы не продаем цветы, мы строим отношения. Наши букеты расскажут все о ваших чувствах. «Пион» дарит вам яркие и счастливые моменты. Внимание! «Орбита-сервис» переехала в центр города. А это значит, ремонт вашей электронной техники стал ближе и удобнее. Теперь можно покупать товары для электроники, радиодетали, компьютерную периферию, пульты, антенны, наушники, флешки, мышки и ремонтировать компьютеры, ноутбуки, телефоны, бытовую электронику, телевизоры, радио- и аудиоаппаратуру сразу в одном месте и по самым выгодным ценам. «Орбита», город Канск, улица Московская, 74. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова